всем привет вот мы приехали и пришли в самый тупик уже альбукерки самая-самая восточная часть пишет нет разворота я хочу посмотреть нет или там трейла какого-нибудь тишина мертвая тишина как птички вот так заканчивается альбукерки вот такими морами разговариваем мы только что тут с немцами и немцы нам сказали что такие домики что их домик 485 тысяч стоит 400 500 тысяч долларов такие домики как ни странно сказали мне немцы что налог за недвижимость они платят 800 долларов в год что просто смехотворно 800 долларов вот вот понимание это трейл надеюсь молодой человек тоже наверно думал что это трейл здесь оно не написано что это чья-то собственность есть тут тропинка какая-то вроде тропинка кто-то здесь ходит здесь мимо не пульнут ржем задница где-то как есть камера хоть включена я люблю снимать видео с выключенной камерой это Букерки. Ну я не знаю, или это чья-то собственность. Или нет? Почему я это? Кромняшки есть. Дальше я не пойду. Может чуть-чуть. Так, что-то у нас здесь бывают змеи и пауки, да? А я злыми ногами, ага. Роговая ошибка. Какая красота и тишина. Такая мертвая тишина. Уже сто лет такой тишины не слышал. Да, я так понял, по этому трену можно топать и топать. Но, наверное, я буду возвращаться к супруге. Супруги. Какая красота. Ладно, пойдем назад. Песочный грунт очень легко шагается. Да. Эти немцы, с которыми мы только что остановились поговорить, сказали еще что. Как ни странно, Homo Association здесь, ну, это богатый район, да, все богачи. Но от Homo Association можно отказаться. Можно подписаться там. Чисто символически они ничего не делают. Какой-то там, наверное, ньюслейеры присылают новости, новости района. За 25 долларов в месяц. То есть, отлично. Потому что этот Homo Association, это просто, ну, сдирание денег ни за что. То, что приедут рабочие и раз в три месяца постригут кустики. Для близира, как говорится. Так что, да, можно собирать деньги на домик в Рибукерке. Не знаю, в Рио-Ранче мы еще не были, насколько красиво там. Но вот этот горный район нас, если честно, впечатлил. В хорошем смысле, конечно. Во-первых, он не так далеко, да. Конечно, сюда в гору никакой автобус не ездит. Но вот от географического центра города, с улицы Монгомери на Карлайл, где пересекается оттуда до последней автобусной остановки, вот здесь в Пригорге, нам ехать где-то 20 минут. Ну и сюда в горы мы поднимались, так по ощущениям, минут 30, наверное. Вот так. Так что, если здесь жить и ездить на работу, то, наверное, нужно покупать автомобиль. Потому что до автобуса 20 минут, и если в ряде зимы такие более прохладные, то не знаю, как это за удобно топать сначала 20 минут, а потом еще минут 20 или 40, так, если это где-то возле Донтауна работа. Ехать на автобус это... Час добираться в одну сторону на работу, это просто самоубийство. Так что, либо вообще не работать, либо один автомобиль и работать 2-3 дня в неделю. Красота! В общем, вот такие у нас горы в Альбукерке. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, пальцы вверх, кому понравилось. Подписываемся на канал. И... Всем пока!